Вам клюшку достается? Осторожно. А че ты меня трогаешься этой клюшкой на пол? Сотрудники КАИ здесь были, они... А где они? Уехали. Партуар для пешеходов. А, ну знаю, парковки есть? Да не, ну объяснить человеку нормально, что эвакуаторы приезжают, специальные инспекторы, ГИБДД. Эвакуаторы отсюда собрали несколько машин. Сейчас еще приедут и эвакуируют танчики. Что? Недели две-три назад. Постоянно сюда эвакуаторы приезжают, забирают автомобиль. Да? Да. Да. Ну тебе кофе, ну на пешеходах тоже кофе? Постоянно. Приглашу вас на точку направляющего поездка. Вам клюшку достается, осторожно. А какую? На... Что? Давай! Слушай, блин, давай! Ну чё, поможи. А чё ты меня трогаешь? Ну чё, поможи, не бьешь. Ну чё, поможи, не бьешь. Ну чё, поможи, не бьешь. А чё делать? Человек у меня вот с этой клюшки напал. Полицейскую вызывайте Вы можете передать дежурную часть? Что с ней делать? Он ударил в грудину меня ей Так вот мы у вас просим передать информацию Ждем Тихо, тихо, тихо Я вас не трогаю Я вас трогал Оставь, парня, тебе сказали Иди Я уже понял, Андрюх Молоко нужно тебе? Я купил молока тому, ребят, если что Вы на тротуар заезжайте Нельзя сюда заезжать Побойтесь Бога Никакая здесь не стоянка Инспектора выписывают всем постановление А вы считаете, что здесь стоянка? Стоянка Инспекторам сказали уже? Они сказали, они сказали Сейчас придут в полицию и все А, ну правильно Куда вы едете-то? Зачем вы на тротуар едете? Парковка Нет, не парковка И там не парковка Весь тротуар Вы хотите всю Ярославку? Не знаю, ищите Обязанность водителя найти парковочное место самостоятельно Нет, не парковка Нет, не парковка Это стоянка на 3000 рублей, абдейсер Идет парковка Мне поставить инспектора Я просто у меня, я поражаюсь Попытался сначала наехать Ударил? Нет, он уже в машину сел Нет? Нет, нет За прессом, за прессом С другой стороны А, серьезно? Так, приходите Идите Нет, просто вы нас тоже поймите Мужики, вы что делаете? Я здесь живу Я в магазин лезю Сейчас как только запрыскали Говорят, мужики, что вы делаете? Меня просил, дайте проеду в магазин За 5 минут За тротуар Проеду Ну что он тротуар? Вот же машину поставить Тротуар, человек Не, ну А что нельзя было так спокойно говорить Когда вы только сюда подъехали? В чем прикол? Вообще сами отсюда Из-за дня в день Из-за года в год Одно тоже я понять не могу Как только человек подъезжает Начинает конфликт, драку сбивает Все, он боевой У него такой настрой Силы и времени дофига Как только получает отпор Приезжает полицейский Да я, ребят Да я хотел Да вы что начинаете? Да зачем? Такая чушь прямо Он как бы вот нашел вот так вот толкнул Там полиция Там промоем Пошлите А все, ему уже видно легче Сравно Молоко Конечно, молоко Но ты могла Можно еще сметану Но это уже так Ее заход В отличие от вас Если вы смотрите это видео Мужчина Мы вам даже купили молоко Ну как бы только потому Что мы понимаем Что башню срывает у всех Вы не правы Но тем не менее Мы рады Что в ответ на вашу агрессию Мы вам купили молочка Надеюсь, что вам легче Да, и еще я хотел добавить Вот Кирилл сказал Что можно любой конфликт Решить языком Да Можно любой конфликт Не, ну это в школе Знаете, когда вы ругаетесь с учителем Всегда подлезать одно место Это у кого-то за милую душу, конечно Здравствуйте Все, он уже понял Все, мы уже видим Вы разрулили, да А здесь тротуар Нельзя сюда заезжать В такой тротуаре Где знак стоит? Ну, пешеходный А вы видите, знак есть какой-нибудь? Правильно, его не существует Вот, видите А все, теперь дело Все, ничего не делать Я тоже Вы ничего не можете сделать Знака нету Нам и не надо ничего делать Надо просто рассчитывать На осознательность людей Грамотность, понимание, доброту А где? Я же не здесь стою Правильно? Я не возле магазина стою Надо стоять на тротуаре Проезжайте куда угодно На проезжей части оставляйте Ну, оставляйте сам на проезжей части машину С краю, сбоку проезжей части А почему нет-то? У нас запрещено на проезжей части оставлять автомобиль? А вы что? С чем это? Смотрите А как же 12 пункта 1? Где знак? А где знак? Где, где, где? Вот туда, да Ну, где, покажете? Там его нет Нет, там знак остановки запрещена Нет, нельзя здесь стоять Почему нельзя-то? Оставьте там Это тротуар Не надо ничего понимать Он предназначен для пешеходов Вот и все Это вот, пятерочки Нет, конечно, нет Они на вас посмотрят Как на душевной больного Если вы им скажете, что он относится к пятерочке Это парковка или как вы ее там называете Ну, конечно, сначала пишут на машине Вы меня догнали Я пошел, парковал машину во двор И сейчас пришел за пакетом Так вы можете на этой же машине доехать до Ашана А почему? А вы что, мне залейте там бензин до Ашана или что? Если у меня магазин под... Можно сказать, здесь дают С чего сделали? Вот скажите Почему сделали вот этот магазин? Вот здесь паркуетесь Магазины Почему вот здесь делают? Отвечаем Это магазин шаговой доступности Чтобы любой человек А когда ему необходимо купить продукты Первое необходимость Вы вытащили всех за Ашан тогда? И так далее Вы делаете... Вы вот сейчас против людей И так все против людей И вы тоже против людей Нет Против каких? Вы правильно сказали У нас против людей Вы правильно сказали Если делали магазин Значит, будьте добры В парламенте там говорить Делайте магазин Значит, делайте парковку Нет Нет Понимаете? Вы не правы Нельзя вот делать магазин без парковки Вы не правы Я прав Вы не правы За предыдущий год было выдано порядка 1 миллиона автокредитов. У нас происходит глобальная автомобилизация. Нельзя угодить всем. Наше правительство ничего для людей не делает. Но давайте уподобляться правительству. Правительство плохое, и мы будем плохими, верно? Это логика странная. Не смотрите на других. Другие плохие, вы будьте лучше. Вы знаете, как в других странах? Если магазин или гостиница что-то для людей делает плохо, пришел закрыть все. И все. Значит, они зарабатывать деньги умеют, а парковки для людей не умеют сделать. Понимаете? Вот. Делайте, если хотите, как в других странах, чтобы было нормально. Мы не хотим, чтобы... Значит, этот магазин, потому что все магазины, это не государство. Невозможно. Это какой-то хозяин тут вам платит, и вы сидите тут, и значит, вы закрываете... Платите вы нам, и мы не будем здесь появляться, если так вы считаете, что нам кто-то... Я не буду платить. Но вы же считаете, что нам кто-то платит. Я плачу государству, где там должен сделать для людей порядок. Я понял. А вы не знаете, кто за это... А, вот все, я понял. Для людей должен быть какой-то порядок, я понимаю. Да, вы правы. Давайте мы своими руками этот порядок будем создавать. Это я загадаю, чтобы на тротуар мы не ехали. А куда остановиться? Там машина паркует, проходит, штрафует. Пять тысяч или три тысячи. Ну ладно, охота выговориться, пускай выговорились. Да, остановиться. Я даже ничего не могу сказать, вы тысячу раз... Нет, так, а почему вы не делаете так тогда, если вы занимаетесь вот этим делами, чтобы сказать, так, все магазины должны делать паркует, если вы не делаете паркует, значит, закрываете магазин. Я даже слова не могу сказать. Нет, так неправильно. Вы у нас выгоняете, вот я бросил машину, Кирилл знает куда, пришел за пакетом. Вот скажите, а почему они не должны делать место здесь, где должны... Магазин, где... Все, я... Стойте, оба, 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 тихо, согласен. Я против вас ничего не имею. Все, смотрите, согласен, все, они не правы. Все, но нет мест, но мы-то почему должны нарушать? Все, не сделали, они негодяи. Но мы-то с вами зачем... Смотрите, мы сейчас с вами хотим... Мы какать. Для людей было нормально. Да, послушайте, мы с вами сейчас хотим какать. Я не хочу. Ну нет же для нас туалета, но мы же не можем сесть срать здесь. Ну если его нет, ну не сделали для нас. А знаете, почему нет? Вот вы хотите сказать... Это другой вопрос, но мы не можем с вами... Он не убирает. Так мы не можем. Если магазин здесь... Если чего-то нет, мы с вами должны быть лучше, выше. Нет унитаза, мы не можем здесь срать. Нет парковки, мы не можем парковаться. Нет денег, мы не можем воровать. Можно было сделать вот так парковку, правильно? Если магазин... Можно, можно, только с устранной проезжей части даже лучше. Вот скажи, ты мне, вот... Это деньги, все в бабки, в бабки все убирают. Деньги, люди любят бабки, бабки, понимаете? Там одно, там другое, там другое. Все хотят куда-то остановиться и некуда. Вон там вы должны что-то делать для народа. Вон там, где парламент, вон там, где они что-то не делают для народа. А магазины тут не хочу. Все магазины, все собственные, все магазины собственные. Они должны делать парковку. Если хотят, чтобы у них были покупатели. Я согласен, может быть. Но это нам не дает право, как говорится, руки развязывать нам. Давайте подытожим. На самом деле, сколько людей, столько мнений. Я согласен, все правы. И нарушители, отчасти, даже бывают правы. И мы правы, и не правы. Тут, ну, несколько сторон у медали. Я как Личко стал говорить. Две стороны медали. В общем, конечно же, с одной стороны я согласен. Было бы неплохо, если бы каждый магазин был обязан делать парковочные места. Но с другой стороны, с какой стати люди должны, знаете, постраиваться под людей, под их какие-то требования. Автомобилизация какой-то глобальная, чтобы им было удобно свою попку подвезти, привезти. Ну, я же привел пример. И он, в принципе, очень даже доходчивый. Ну, бывает, мы идем с вами в общественном месте. Нам хочется, ну, пока к улице, согласно, да, там, ну, пописать сходить. Ну, нет туалета. Ну, это же нам не дает с вами никто право вот просто сесть посреди улицы парка и начать, грубо говоря, гадить. Это неправильно. Мы же с вами люди цивилизованного общества. Так же и здесь. Но если вы подъезжаете к магазину, ну, не организованы здесь парковочные места. Ну, правильно, либо езжайте в Ашан, либо какие-то крупные гипермаркеты, где есть парковка и также тележки, чтобы вам довезти, собственно говоря, продукты. Но нет парковки, ну, не паркуйтесь, пожалуйста. Не будьте свиньями. Ну, наш город, ну, давайте его любить. Наша страна. Наша страна лучше всех. Самая красивая, самая мощная. Многонациональная, конфессиональная, свободная, независимая. В общем, друзья, всех обнял, всем жму руку. Ну, собственно говоря, такой себе результат, да, сегодня. Вы видите, у меня позади так немало автомобилей на фоне. Эти автомобили здесь, к сожалению, были, когда мы сюда приехали. Сделать мы не можем, эвакуаторы нам пообещали, но прошло два часа, и они не приехали. В общем, мы замерзли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok